Всем привет! Сегодня вторая серия о строительстве завода. Я хотела снять раньше, но хотелось уже какой-то результат вам показать. И сегодня уже стоят два здания. Мы сейчас походим по ним, я расскажу, как они строились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не переключайтесь. Я думаю, что вам будет очень интересно. Я сегодня подержу микрофон в руках. Пойдемте уже смотреть. С предвкушением, с радостью, вдохновением покажу вам сие творение. Всю эту стройку потихонечку снимали. Вы видели в Телеграме. Кстати, если еще не подписаны на Телеграм, подписывайтесь. Там я часто говорю. В Инстаграме я показывала. Ну а сейчас и на Ютубчике. Строительный ветер, строительный мусор. Но я наряжалась. Здесь, кстати, сосны живы. Я считаю, что если они дают нам такую радость и остаются живыми, это большое счастье. Поэтому льем, удобряем. Конечно, они не такие красивые, как были на месте. Но я думаю, что они выздоровеют. И все с ними будет хорошо. Пока дорога в камнях, позже мы вот эти плиты выложим. Но из-за огромных плюсов, из-за того, что не было вот этой дороги, и здесь было бездорожье просто с углинок, нам пришлось покупать кусочек земли. Это были финансовые затраты, но они были равны, ровно равны вот этой дороге, которую мне нужно было тогда в тот момент делать самой. Потому что все, кто здесь, будущие строители, они не соглашались это делать сразу. Но пойдемте покажу. Дорогу сделали. Вот сейчас, на настоящий момент, в сентябре дорога была уложена. И это, конечно, большой плюс. Я не знаю, сколько это мне будет стоить, но это будет моя только часть и доля. И поэтому у меня сейчас две дороги, что очень круто, могут фуры заезжать и выезжать, не разворачиваясь. Следовательно, я могу занять внутренний участок своего пространства и оборудовать его таким образом, чтобы у меня не было большой лишней площади для разворота фур. Мне кажется, это очень круто. И я, в принципе, могу еще один производственный комплекс в будущем сделать. И примерно на полторы тысячи квадратов по полу у меня все получится. То есть я очень круто выиграла этим. Этот фильм смотрят и мужчины, поэтому опять советов будет много. Поэтому вы мне подскажите, как называется эта дорога. Это просто насыпная, тут укатывали, безусловно, ее. Но она есть, и по ней спокойно можно проехать. Да, она не идеальная. Мне нравится. Очень круто. С этой стороны здания смотрится, конечно, супермасштабно. Получилось, итого, о земле 14 метров по земле, по внешней стороне 17 метров. Это много. Пойдемте дальше. Трансформаторная будка. Наконец-то мы ее поставили. Долго выбивали мощности. Мощности у нас официально подтвердили. Вы как раз вот видите сейчас, как укладывают кабеля. И уже все мощности подведены к зданиям. Я тоже очень этому рада, потому что мы переживали, как мы войдем в зиму без электричества. Но получилось. Что не получилось, кстати, в этом году с газом. Поэтому нам пришлось покупать ТЭЦ. Небольшую, которая может в ремонтном варианте поддержать здание зимой. В следующем году газ уже будет. Мы просто стоим на очереди. И это не так быстро происходит, как хотелось бы. Мне хотелось вообще все быстро. Но, в общем, на следующий год точно получим. Мне вроде как мои обещали. С газом проще. Дешевле и чище. А вы все за чистое производство. Тот котел, который мы купили, он прям супер эко. И я на этом настаивала. Ну что, пойдемте дальше. На стройке нас, конечно, спасают вот эти плиты. И у нас сейчас их 170. И нам приходится перекладывать. Где работаем, там их и выкладываем. Ну, дорожки выкладываем. Плита такая стоит 37 тысяч по сегодняшнему и курсу, и запросу. Ну, конечно, где-нибудь на Авито, если честно. Можно их за 24 купить. Но участников и потом по 2, по 3 плиты. Мне еще нужно 700 штук, чтобы сделать ровное покрытие. И чтобы было чисто на самой территории завода. Много, дорого. Но мы потихоньку покупаем. И плиты хорошие. Какие-то были бы о, а какие-то прям новые берем. Потом их заливать будем. Но это уже следующий этап, наверное, через год или через два. Хочу просто ими все покрыть, чтобы было идеально чисто. Сделать газончики, безусловно. Посадить какие-то кустарники. Но первое, вот надо чистоту навести, убрать глину со всего пространства. Ценные штуки. С дальней дороги, пока она главная, нас встречает. Производственный комплекс. Он по земле 1500 квадратов. Второе здание по земле 1400 квадратов, но высотой 14 метров внутри. И там будет много стеллажей. О каждом здании я расскажу подробнее. Пойдемте дальше. Производство. Мы его сертифицируем по GMP и строим по этой системе. Сегодня как раз специалист GMP приезжал и его обмерял. Возможно начать проектирование только с момента установки вот в этой коробке. Поэтому сегодня все и произошло. Выстроили в соответствии с Роспотребнадзором. Это здание. Разрешение они нам выдали до строительства. А уже как мы внутри будем делать, это уже разрешение, ну не разрешение, а рекомендация GMP для того, чтобы они потом смогли нам зарегистрировать его. Здание правильной высоты. Одноэтажное. Внутри будет еще одно здание выстроенное для того, чтобы разность давления спроектировать, чтобы не залетала пыль, ну насекомое и так далее. Консультируемся и проектируем с мировыми специалистами. И я очень горжусь этим, что в России делается не просто здание по производству косметики, а передовое современное с внедрением интернета вещей. Кто не знает, прочитайте, я тоже не знала, начинаю изучать именно на производстве. И это моя большая гордость. Вот все говорят, что я там рождена как-то, нумерологи и всякие там, что я человек, который создает. От ощущения кайфа живу, что я делаю что-то значимое. Для меня это значимый проект в бьюти. И я своим примером доказываю, что амбиции, планы, желания, они вполне реализуемые. И даже будучи визажистом можно добиться многого. И даже без помощи, без помощи можно тоже строить такие грандиозные вещи. У меня команда смеется, что есть на ютубе шоу, когда через заборы в дорогих костюмах перепрыгивает. Вот у меня тоже такая сегодня задача. В Диор практически через заборы. По полу здания полторы тысячи квадратов. Пока выстроена только коробка, начали делать потолок. Через месяц уже все здесь будет сделано. И тоже подготовим пол, и возможно зимой тоже его уже зальем. Но внутри мы будем делать все весной, потому что проект будет утвержден в течение четырех месяцев в соответствии с GMP. Вся такая большая стройка начнется где-то в марте внутри. Я думаю, что мы за это время успеем получить разрешение, успеем получить проект. Для меня было очень важно, чтобы мы сразу делали завод высокого стандарта. Иначе я могла бы в принципе перекупить какое-то здание бывшего завода, таких в Новосибирске много продается, и там перешаманить и сделать абы как. В соответствии со стандартами Роспотребнадзора мы бы прошли, я бы сделала все чисто, правильные входы-выходы. Зона чистая, зона грязная, это все понятно. Но я всегда целюсь в мировые стандарты, для меня это очень важно. Я была уже на 36 заводах, я четко понимаю, как должно быть. И я хочу, чтобы мне помогли разработать этот проект в соответствии с мировыми стандартами. И хочу делать потрясающую косметику, за которую вам, в первую очередь, мне было бы не стыдно, а вам приятно покупать. И я хотела бы, чтобы на моем вот этом заводе, а по моим планам он у меня завод первый, я хочу еще. Я разошлась, делали мои коллеги себе классную косметику и создавали свои бренды. В общем, вот такие планы. Мурашки, правда? Два года назад эта идея зародилась, и вот уже во что она вылилась. Я каждый раз вам говорю спасибо за то, что выбираете бренд, за то, что вы его покупаете, поддерживаете. И здесь ваш вклад. Вот каждого из вас, я очень вас за это благодарю. Надеюсь, что после увиденного вы тоже будете гордиться. Кстати, вот эту землю я купила год назад, и мы отмечали покупку. И даже тогда я еще не верила, что будет что-то даже похожее. С этой стороны здания вы как раз видите въездные ворота. Сюда будут вплотную подъезжать наши фуры. И здесь будет специальная система ворот, чтобы не было холода, не входило. В общем, какая-то модная система ворот. И вот я в следующем фильме, если он выйдет, обязательно об этом расскажу. А теперь пойдемте вовнутрь. Вот видите, как раз укладываются уже плиты ровные. Вот эта вся площадка будет ими замощена. Мы сейчас в первом здании, которое самое высокое. Здесь будет склад нашей готовой продукции, склад футляров и упаковки. На сегодняшний момент это те объемы, которые нас в принципе устраивают. И по форкастированию мы точно понимаем, что примерно на два года нам точно вот этого здания будет достаточно. Но, по крайней мере, в Новосибирске. Я не знаю, что дальше будет в Москве. Вот эти металлоконструкции, они особенные. Их под нас специально создавали. Их 36 штук таких огромных. 140 тонн они весили. Настолько прочные, что мы с огромным трудом в них ввинчивали сэндвич-панели. И нужно было сначала просверлить, и это было не простое дело. А уже потом закручивать сэндвич-панели. Вот второе здание, там высота меньше, и там нагрузка на металлоконструкции меньше. Они немножко тоньше и не такие прочные. Поэтому там быстрее было. И вот очень долго было именно обшивать из-за высоты, толщины. У нас уже птички тут. Следующий этап, который был достаточно долгий, это вот этот пол. Мы насыпали метра три 440 камазов вот этой глины, чтобы пол был ровный. Как только мы закроем на зиму, закончится внешняя стройка, мы перейдем вовнутрь зимой и будем здесь заливать пол. И, возможно, зимой уже будем это помещение использовать как склад. Потому что мы арендуем в Новосибирске уже больше полторы тысячи квадратов под склад. И это тоже полторы тысячи. И нам зачем там тратиться, когда мы сейчас силы вкладываем до зимы, делаем это под ключ уже здания. И уже это здание у нас будет работать зимой. Давайте внутри посмотрим вот эту стену. Здесь подведены коммуникации, видно вот эта высота ленточного фундамента. Она по всему периметру огромная. Господи, сколько еще денег на пол нужно мне заливать? Мне кажется, если пятитысячной бумажкой все выстилать, будет та же сумма. Я шучу. Хотя, следующий блок это окна. Они кажутся очень маленькими, но они огромные. По сути, вот в этом здании осталось внешне закрепить этот ворота и окна. Окон много в пространстве. Я без них не вижу существования. Мне кажется, окна должны быть. Совсем скоро здесь будут огромные стеллажи до потолка. А 14 метров. Ездить погрузчик, который будет развозить косметику шик по полочкам. Наверное, в следующей серии я, конечно же, вам покажу, как я здесь все обустрою. Сэндвич-панели сделали по всему складу. Утеплили потолок. Потолок тоже выставили. И сейчас закрывают швы, пенят их и закрывают планками. Тоже вот в этом же оттенке окрашенными. Самая большая, мне кажется, и долгая работа была по заливке ленточного фундамента. Потому что, посмотрите, вниз сколько он уходит и вверх. Примерно, наверное, 2 метра только видимая часть этого ленточного фундамента. Из-за перепада в ландшафте нам пришлось так сильно увеличивать. И там насыпная земля, глина, суглинок, не знаю тоже, как это называется. И вот на это ушло очень много времени, пока мы это все привезли, засыпали. Вы как раз видите сейчас на экранах, как эта работа происходит. Еще несколько месяцев назад здесь было пусто. А лестницу сделали как раз для нас. Мы сейчас туда полезем. Ну вот мы уже на крыше. Здесь внизу металл рифленый, мы его видели изнутри. Потом на него утеплитель. Потом 4 слоя пеноплекса. Далее опять мягкий такой синтетический утеплитель и резина. Резину совмещают, друг на друга накладывают сварщиком, который 500 градусов склеивают. Держится очень стойко. Крыша, она как будто двухскатная, но она как будто и четырехскатная. Когда вот с этих длинных сторон тоже в середину вода стекает. Пойдемте воронки покажу, которые принимают воду. Меня, кстати, попросили снять обувь, потому что я могу проткнуть крышу. В водоприемные воронки, как раз к ним стекается вода, и крыша сделана таким уклоном. Здесь, конечно, красота невероятная. И видно соседей, кто что строит. Вы меня, наверное, осудите за то, что я не владею терминологией. Многого в строительстве не понимаю. Этот фильм я создаю не для того, чтобы козырнуть вам, как я круто, самостоятельно, своими руками строю завод, а показать вам мечты. Когда каждый день ты идешь осуществлять что-то невероятное, что-то свое. Деньги, успех. И вообще результаты не приходят сразу и быстро. Это только в волшебном успехе в Инстаграме. Все добиваются маленькими ежедневными шагами на работе, от которой у тебя мурашки. И вот этот пример дает каждой из вас возможность увидеть и понять масштабы нашей профессии, масштабы желаний. Конечно же, масштабы действий. Каждый день маленькими шажками мы идем к нашему успеху. Ну что, прощаемся. До скорой встречи. Следующая серия будет еще интереснее. Пишите, чего вам было недостаточно. Подписывайтесь на канал. Переходите в мои социальные сети. Я вас там очень жду. Еще раз вам огромное спасибо за любовь к бренду. Солнце сегодня невероятное. Я вас люблю. Редактор субтитров А.Семкин